У меня в этот момент дома не было. Пришел специалист, я попросил человека, чтобы он здесь поврисутствовал, и обнаружил, что у меня там находится пожарный кран. Четыре месяца назад Константин Пряхин узнал от коммунальщиков, что он недобросовестный гражданин. Во время повторной пломбировки счетчиков специалист управляющей компании обнаружил, что в ванной комнате с пожарного крана, установленного на общем водопроводе, свисает шланг. Сам Константин был в командировке, и проверку принимал его сосед. Специалист подозвал, говорит, смотрите, у вас тут висит, то есть вот эта вот врезка, она санкционирована, но вот это вот, то, что висит вот здесь, это не санкционировано. Поэтому они сейчас насчитали мне в размере 14 тысяч около плату за то, что я в течение 24 часов в сутки потреблял с этого крана воду. Вот ситуация вот такая. То есть я об этом вообще знать не знал, как бы о том, что есть какой-то пожарный гидран, что я к нему какое-то отношение могу иметь. Вот, я не специалист, не сантехник. Как бы туда, ну там, залезаешь, видишь, там, ну висит что-то, то есть есть что-то как-то прикручено, ну так, видимо, и должно быть. Сосед Константина подписал работнику управляющей компании акт. А у самого владельца квартиры начались месяцы разбирательств. Сумма штрафов в 14 тысяч рассчитана из трехмесячного круглосуточного потребления воды. По закону больше взымать не имеют права. Личные встречи с руководством и юристом управляющей компании никаких результатов не принесли. Я говорю, ну почему вы мне не верите? Я говорю, ну то есть не осуществлял никакой там незаконной врезки, там, не подито я какой-то, я там проектировщик, то есть мне не нужно каким-то заниматься какими-то несанкционированными делами. Ну он говорит, ну я и себя-то не верю. В управляющей компании нас уверили, что все в рамках закона. Факт наличия несанкционированного подключения зафиксировали. Свидетель подписал документы. Как видно из фотографий, можете обратиться сюда. А как выявлен факт несанкционированного потребления? Вот это что такое? Несанкционированное вмешательство в работу приборов? Бланк. Вы написали акт. Бланк. Но обоснование, вот читаем дальше. Шланг пожарного крана в рабочем состоянии, вода идет без ржавчин. Вот и прилагает. Ну это на самом деле неправда. Соответственно... Человек, который присутствовал, сказал, что здесь была... Акт подписал человек. Соответственно, замечание как-то он подписывал. Имел право указать данный факт. А сейчас говорить словами, что была ржавая вода, это недоказуемо. Со свидетелем Дмитрием, соседом, мы пообщались по телефону. Молодой человек признался, что подписал документы, не прочитав детали акта. Он вспомнил разговор со специалистом из управляющей компании. Он говорит, ну давайте, я его включу, вот и видишь, что там потечет чистая вода, что я им пользуюсь. Я говорю, ну давайте. Он там кран какой-то там поворачивает, вода начинает течь, но сначала вытекает ржавая, а потом начинает течь чистая. Этот акт, он мне... Да, я его не читал, я как бы сейчас с документами с такими ни разу не сталкивался. Он сказал, что просто это документ о том, что вот была обнаружена вот эта вот труба, шланг этот прикрученный. Если будет какое-нибудь судебное разбирательство, я могу прийти свидетелем и сказать все, как было. Константин Пряхин говорит, что уже написал жалобу в прокуратуру, жил инспекцию и готов идти до суда. При этом мужчина иронично добавляет, что если бы он действительно воровал воду, то перед очередной пломбировкой счетчиков уж точно не забыл бы скрутить шланг. Субтитры создавал DimaTorzok